Добрый вечер! 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 Таким образом, два года не пахать и не сеять. Даже один год представляет собой совсем-совсем нелегкое испытание. А здесь, оказывается, нужно будет подряд два года не пахать и не сеять. Второе значение, то, что сказано здесь, каждый возвратится к своей семье. Каждый возвратится к своей семье. Если кто-то уехал из своей семьи, то он возвращается в семью. В чем здесь смысл? А логический смысл этого стиха в том, что рабы получают свободу, освобождаются на свободу. О каких рабах идет речь? Речь не идет о кнонейских рабах. Речь идет о рабах-евреях, то есть о людях, которые попали в рабство. Каким образом еврей может попасть в рабство? Два пути. Либо он сам продает себя в рабство за деньги, которые нужны ему для того, чтобы расплатиться с долгами или еще для каких-то целей. И это рабство ограничено сроком в шесть лет, не больше. По прошествии шести лет на седьмой год необходимо раба отпустить. Второй вариант, когда раба продают уже не по его воле, а он продается в результате решения суда. Имеется в виду случай, когда человек своровал, и он по закону суда должен вернуть сворованное, и ему нечем платить. В этом случае, когда ему нечем платить для того, чтобы расплатиться у человека, которого он обворовал, суд продает его в рабство. Деньги, которые вносятся покупателям, отдаются тому, кого он обворовал, а вор должен отработать шесть лет на нового хозяина. Пока что это никак не связано с юбилеем. С того момента, как человек продан, в любом случае отсчитывается шесть лет, на седьмой год он выходит. Дело в том, что Тора предусмотрела возможность того, что человек не захочет выходить на свободу. После шести лет, проведенных в рабстве, когда, в общем-то, жизнь у человека спокойная, он ни за что не ответственный, он ни о чем не обязан заботиться, в чем заботится его господин. А его дело только работать и получать свое содержание, которое господин обязан ему поставлять. Поэтому, кроме того, не исключено, что он может и приобрести жену в рабстве. Поэтому Тора предусмотрела возможность того, что он после шести лет, на седьмой год, когда раб должен выходить, он не захочет этого сделать. В этом случае закон позволяет оставить его у себя. Он становится эведнирцам, буквально раб с проколотым ухом, поскольку для того, чтобы обозначить то, что он становится уже таким рабом-сверхсрочником, ему прокалывают ухо, напоминая, что ухо слышало на горе Синай, что евреи – рабы божьи, а не рабы людей. А этот человек решил стать рабом другого человека. Вот после того, как ему протыкается ухо, написано, что отныне он становится рабом навеки. Что значит навеки? Навеки это не значит бесконечно, потому что век, он тоже имеет конец. Только век в нашем современном понимании – это сто лет, а век, о котором говорит Тора, это пятьдесят лет. То есть до конца, и не пятьдесят лет в календарных, а имеется в виду до конца сорока девятого года, до пятидесятого года. Стало быть, когда бы, если он стал таким рабом с проколотым ухом, даже хотя бы за год, это произошло в сорок восьмом году пятидесятилетнего цикла, то по истечении сорок девятого года, в пятидесятом году он освобождается из рабства и возвращается к своей семье. Происходит это, как мы говорили, не в начале, конечно, юбилейного года, но не в самом начале. В Рошешана в день начала года юбилей провозглашают, освящают. Бет-Дин объявляет, что этот год освящен, это особый юбилейный год, но до Йом-Кипура рабы не имеют права еще возвращаться, уходить от своих хозяев. Правда, в эти десять лет порабощать их тоже невозможно, да и нового раба, если человек захочет себе сейчас купить нового раба, тоже не сможет, он сможет это сделать только после Йом-Кипу. А сейчас такой переходный период, немножко похожий на то, как жили евреи в Египте после того, как начались первые удары, первые из десяти ударов по Египту перед освобождением. То есть формального юридического освобождения еще нет, оно произошло только в ночь, когда погибли египетские первенцы. Тогда фараон официально освободил всех. Но, с другой стороны, порабощать уже тоже никто их не порабощал, потому что для того не было условий, поэтому они были формально рабами, а практически жили уже, как свободные люди, в свое удовольствие. То же самое с рабами в десять дней между Роша-Шана и Йом-Кипурим. Они формально еще рабы, но уже предвкушают выход на свободу, а в Йом-Кипур они становятся свободными. Это второй аспект юбилейного года, наконец, третий его аспект. Вот это вот возвращение, когда все возвращаются в свое владение, не только к своей семье, а все возвращаются в свое владение. Имеется в виду, что земельные участки наделы и все, что прикреплено к земле, то есть любая недвижимость, которая прикреплена к земле, она, любая недвижимость, я сказал, неверная, это не любая недвижимость, имеется в виду земельные наделы и недвижимость, которая связана с ними. Сейчас не говорю о городских домах и квартирах. Так вот, земли, которые были проданы до сих пор, они возвращаются к первоначальным хозяевам. А кто из первоначальных хозяев? Если тот же самый участок земли, если его перепродавали каждые 5-6-7 лет, к какому из владельцев он возвращается? Первоначальный владелец имеется в виду вот что. Когда страна была завоевана, земля Израиля была разделена между всеми сынами Израиля, между 12 племенами, 12 коленами. Внутри каждого колена произошел раздел по семействам, и каждое семейство получило свой надел. Вот этот самый надел, это и хозяева, те люди, которые стояли во главе семейства, они и есть родоначальники, они и есть владельцы этого надела. Им это возвращается, им или их наследникам. Таким образом, схема здесь получается довольно любопытная. Такое вот возвращение земельных наделов, проданных первичным хозяевам каждые 50 лет. Понятно, что такой порядок в корне изменял экономическое положение в еврейском народе, ибо известно, в древности почти в любом месте повторял тот же самый сценарий, когда в ходе, по ходу времени, годы разные, урожайные и неурожайные, хватает еды, не хватает еды. Рано или поздно всегда начинался процесс обнищания части землевладельцев, которые в результате этого обнищания вынуждены продавать свою землю. Кто-то эту землю перекупает, кто-то становится таким образом богатым землевладельцем, а лишившийся земли крестьянин превращается в батрака, в наемного работника и работает уже по найму у тех, которые, у латифундистов, у тех, которые землю покупают. И так начинается классовое расслоение, ну а время от времени это классовое расслоение неизбежно приводит к классовым столкновениям, к бунтам, революциям, к гражданским войнам, воцарению диктатуры и так далее, и так далее. Сценарии известны почти во всех странах мира, они повторялись. А вот здесь такого быть не может, ибо каждые 50 лет даже тот, кто продал свой земельный надел, поскольку остался неимущим, ему необходимы были деньги, то в конечном итоге через каждые 50 лет земля возвращается первичным хозяином. И вот дальше Тора говорит, что есть экономические и юридические последствия вот такого порядка. Что может представлять собой продажа земли в условиях, когда известно, что каждые 50 лет земельный участок возвращается? Понятно, что о полноценной продаже в полном смысле этого слова не может быть и речи. Скорее можно говорить о продаже, которая больше напоминает аренду. Сроком максимум на 49 лет, больше 49 лет не дано. А практически это зависит от того, сколько лет еще осталось до ювеля, до юбилейного года. И поэтому следующий отрывок говорит следующую вещь. «И если будете продавать что-либо вашему ближнему» – это 14 стих, 25 главе. «Или покупать что-либо из рук вашего ближнего, не обманывайте друг друга. По числу лет после юбилея покупаю твоего ближнего, и по числу урожайных лет он должен продавать тебе. Чем больше будет этих лет, тем больше назначишь ему цену. А чем меньше этих лет, тем меньше назначишь ему цену. Потому что он продает тебе число урожаев». Так, тут здесь Тороп говорит почти открытым текстом, что речь идет не столько о продаже, сколько об аренде, ибо продается не сама земля, а лишь определенное количество урожаев, которое осталось до ювеля. «И не обижайте друг друга, бойтесь своего Бога, ибо я – Бог ваш». Вот этот отрывок мы сейчас и разберем. Итак, «Если будете продавать что-либо вашему ближнему». Хотя речь только что шла о земельных наделах, здесь расширяется, если будете продавать что-либо вашему ближнему, для чего подчеркивается вашему ближнему. Ну, Раши объясняет, что если понимать просто, то это связано с тем, что сказано раньше, ибо при продаже земельной собственности необходимо, чтобы не было обмана в торговле, необходимо учитывать, сколько лет осталось до ювеля. Но есть и медраж, который говорит, что следует читать этот стих так. «Если будете продавать что-либо, то ближнему вашему. Или покупать что-нибудь, так из рук вашего ближнего». То есть, в первую очередь, если я должен, эта заповедь требует, что если я должен что-то купить, есть различные возможности купить этот товар, эту вещь, которая мне нужна, то предпочтение отдается покупке у еврея. Если есть возможность купить ту же самую вещь у еврея или у нееврея, то следует выбрать еврея. Поскольку смысл этого требования, поскольку мы обязаны заботиться о заработке наших ближних. И тот, кто ближе всего к нам, обязан заботиться о нем ближе всего. Поэтому, если речь идет о братьях-евреях или о чужаках, то прежде всего обязанность покупать у еврея. Ну а как быть, если у еврея это значительно дороже? Здесь это ограничено. Расправится хомеш, одна двадцатая. Если разница не выходит за пределы пятой части, то тогда есть обязанность предпочесть покупку у еврея. И только если разница в цене выше одной пятой части, тогда мы не можем требовать здесь подобных жертв, и тогда есть возможность выбирать между евреями и нееврея. Можно купить и у нееврея тоже. То же самое по поводу продажи. Когда я продаю какую-то вещь, на которую есть разные желающие, и есть евреи и есть неевреи, которые желают купить эту вещь, показывают, что они заинтересованы в этом, то митцва продать именно еврею. Снова, если нет большой разницы в цене. Дальше. Это медраж. А простое значение, как мы сказали, речь идет о продаже ближнему земельного надела. По числу лет после юбилея покупай у него, и по числу урожайных лет он должен покупать у тебя. Я здесь раду, раши. То есть, пшат, простое значение этого стиха, чтобы предотвратить обман в торговле землей, при продаже и покупке земли следует принимать в расчет количество лет, которое осталось до ближайшего юбилея. Продавец продает и покупатель покупает, устанавливая цену по числу лет, по числу урожаев, которые даст поле. Это есть страны, есть районы и культуры, в которых может быть и два урожая в году тоже. Это тоже, безусловно, часто. Так что это не столько количество лет, сколько количество урожаев. Ведь покупатель вернет поле, захочется он или нет. Покупателю придется возвращать поле в юбилей. И если до юбилея остается мало лет, а поле продано было за большие деньги, то в убытке оказывается покупатель. Или наоборот. Если до юбилея остается много лет, а поле продано за дешево, то тогда в убытке оказывается продавец. Поэтому Турей говорит, что следует покупать по цене, которую учитывает оставшееся время. И вот именно это означает то, что сказано здесь, по числу урожайных лет. И несмотря на то, что основной смысл этого отрывка, как Пшат говорит о продаже земли, мудрецы распространяют это на общий закон. То, что этот закон уже называется ОНААТ МАМОН. Условно назовем его запрет на обман торговли. Хотя не имеется в виду обязательно обман. Так говорит Талмуд. Запрещено обманывать ближнего как при покупке, так и при продаже. И каждый, кто обманул, будь то покупатель, будь то продавец, нарушил запрет торговли. Это уже формулировка Шулхана Руха, а Талмуд приводит это в связи со стихом. В Талмуде сказано так. Запрет на обман в торговле относится как к покупателю, так и к продавцу. Хотя у нас, когда нам говорят про обман в торговле, то мы тут же представляем себе образ такого нечестного торгаша, который обманывает наивных покупателей. Нет, этот запрет, то, что называется, онат мамон, запрет на обман в торговле, он относится как к продавцу, так и к покупателю. Откуда это выводится, что к обоим относится запрет торы? Так учили наши учителя, как сказано в стихе, если будете продавать что-либо ближнему, то не обманывайте. Продавать мы видим, что тот, кто продает, ему сказано, не обманывай. Ну, а как по поводу покупателя? Написано в продолжении стиха или покупать что-либо из руки у ближнего твоего? Тоже не обманывайте. Стало быть, отсюда следует запрет, что запрет будет нарушен, и в том числе, когда убыток терпит продающий, и закон нарушает здесь покупателя. Само сразу хочу сказать, что есть здесь серьезная проблема с переводом самого этого термина. То, что сказано в торе «аль тону», глагол «аль тону», «ле го нот», отсюда существительное, которое описывает это явление, называется «она». Многие переводят это как «обман в торговле». Не обманывайте друг друга. Но дело в том, что так как наши мудрецы понимают этот стих, то здесь имеется в виду не только намеренный обман, здесь имеется в виду и ситуация, в которой это произошло ненамеренно. То есть, например, человек продавал, некий человек продавал какую-то вещь, и он думал, что эта вещь дешевая. Покупатель, не что ли сумняш, если он не очень разбирается, продает какую-то вещь неплохую. Она ему подходит, он ее купил. Потом оказалось, что продавец попросту ошибся и попросил за эту свою вещь или за этот свой товар слишком мало денег. Ошибка произошла. Здесь никто никого не обманывал. Здесь никто никого не собирался надувать. Но реально получилось, что продавец в убытке. Так что, по сути дела, здесь имеется в виду не столько обман, сколько убыток, который несет одна из сторон, либо продавец, либо покупатель, в ходе сделки, в которой произошло отклонение от истинной, настоящей реальной цены. Причем, вот эта разница в цене, она является незаконно присвоенным имуществом. И как любое незаконно присвоенное имущество, есть обязанность его возвратить. Что это означает? Означает ли это, что сделка сделана, нужно возвратить той стороне, которая оказалась в убытке, будь то покупатель или продавец, нужно возвратить разницу в цене? Или имеется в виду, что сделка не состоялась? Вот об этом говорит Талмуд. И еще нужно здесь понять две вещи. Каким образом мы устанавливаем реальную цену, настоящую цену, для того, чтобы говорить об отклонении от цены, нужно себе представлять, что такое настоящая реальная цена. И второе, каким должно быть отклонение. Ведь понятно, что когда речь идет о каких-то копейках, разница в цене оставляет копейки, ну так люди обычно такую разницу прощают. А где проходит эта граница? Тренд будет вот такой. Реальная цена – это средняя рыночная цена на товар, который продается в одинаковых условиях. То есть, безусловно, может быть, в наше время существуют такие формы торговли, для которых этот закон неприменим. Например, одна и та же вещь может продаваться в дешевом магазине, и та же самая вещь может продаваться в каком-нибудь дорогом фешенебельном районе, в дорогом каком-то магазине, и она будет стоять там на много вещей, на десятки процентов больше. Не потому, что здесь кто-то обманывает, а потому, что просто здесь другой уровень затрат, другой уровень цен. Это совершенно разные вещи, поэтому сравнивать, конечно, нельзя. Но когда мы говорим о магазинах, которые торгуют приблизительно тем же самым товаром, в тех же самых районах, в одинаковых условиях, и я захожу в первый магазин и покупаю какой-то товар, заплатив за него 100 долларов, выхожу, прохожу два квартала и вижу в соседнем магазине та же самая вещь продается за 80 долларов. Вот здесь вот мы и имеем дело с ситуацией, которая называется у нас, Мамон, убыток, понесенный при торговле. И неважно, было ли это умышленно или неумышленно, возникает вопрос, а если Тора это запретила, то что с этим делать дальше? Ну, я возвращаюсь обратно к хозяину первого магазина. Что ж ты мне это продал за 100, когда я мог купить это в соседнем магазине за 80? Здесь вопрос второй начинается, если мы определили, что 80 это более-менее и можно пойти по другим магазинам и мы увидим, что все продают плюс-минус 80, кто-то 82, кто-то 78, кто-то 83, кто-то 81, но приблизительно около 80 все продают. Как в этой ситуации? Правило, которое сформулировано в Талмуде, оно таково, если отклонение от цены меньше 1,6, то есть меньше 16,6%, то мы говорим, что сделка состоялась сразу же, а протестовать ее нельзя, и разница в цене мы считаем прощенной. То есть мудрецы определили, понимая психологию человека, что до 1,6% люди не станут, большинство людей, среднестатистический человек прощает эту разницу в цене. Конечно, обидно, конечно, жалко, но вряд ли люди будут подавать, будут предъявлять иск, возбуждать иск против того самого торговца, который продал им вещь, которую можно было бы купить на 10% дешевле. Во-первых, потому что что из этого, ведь при такой, представим себе суд, который будет разбирать этот вопрос, и я буду утверждать, что мне продали эту вещь на 10% дороже, чем можно было ее купить. Понятно, что с другой стороны будет тут же приведен эксперт, который скажет, что на самом деле настоящая истинная цена этой вещи, это не та, которая была в соседнем магазине, тут просто специально занизил цены, реальная вещь такая, а я приведу, а мой адвокат придет своего эксперта, оценщика, который скажет ничего подобного, эта вещь вообще достоинчиво, а кто-то еще скажет, что эта вещь вообще ломаного груша в хорошие базарные деньги стоит, и так далее, и суд будет заслушивать мнения экспертов, и этот будет говорить так, и этот будет говорить так, и что конец в конце. Не исключено, что суд скажет, знаете, мы не можем разобраться, здесь уважаемый эксперт, один говорит так, один говорит так. Как я могу знать, что один эксперт более компетентен тем, чем другой, поэтому не исключено, что в конечном итоге при таких небольших различиях в цене все это судебное разбирательство кончится ничем. Да и вообще в условиях свободной торговли всегда есть определенные колебания цен. Так что это то, что мудрецы здесь определили, что обычный средний человек разницу меньше, чем одна шестая, прощает. И поэтому так установлен закон для всех, в том числе для тех, которые не являются типичными людьми, которые готовы ссориться за каждую копейку. Закон для всех одинаковых. Разницу меньше, чем в одну шестую обжаловать нельзя. Никак. Если разница составляет ровно одну шестую, то здесь есть особый закон. Мы говорим, с одной стороны, что сделка состоялась, но с другой стороны, потерпевшая сторона, тот, кто понес убыток, будь то покупатель, будь то продавец, имеет право требовать возвращения ему разницы в цене. И если вторая сторона скажет, а так я не согласен продавать, я был, например, покупатель, который продавал, ну, в нашем примере, продавец, который продавал за 100 долларов. А мы выяснили, что цена, скажем, цена на эту вещь средняя 84, приблизительно 84 доллара. Здесь есть ровно в одну шестую разница. Сделка сделана, но я требую, чтобы мне вернули эту разницу, выплатим мне обратно 16 с полтиной. Скажет покупатель, продавец, а я на таких условиях не готов. Я продавал это за 100 долларов, и я не готов продавать это так дешево, несмотря на то, что такова цена, как вы доказали, и остальные лавочники продают за такую цену. Нет, я за такую цену не готов работать, пачкаться не хочу за такую цену. Поэтому, если не хочешь за 100, то давай расторгнем сделку, возьми себе обратно свои 100 долларов, верни мне обратно товар. Он не может этого потребовать. Потому что, при том, что разница в цене оказалась ровно на шестой, сделка действительно, расторгнуть ее нельзя. Но вернуть разницу в цене, вернуть этот убыток обязан. Наконец, когда разница в составе оказывается больше, чем одной шестой, то в этом случае мы говорим о том, что это бетун, меках, это меках тау, то есть это сделка недействительная. Ибо это равносильно сделке, заключенной под влиянием заблуждения. Что такое сделка, заключенная под влиянием заблуждения? Например, когда оказалось, что я купил вообще не то, что я думал. Например, я думал, что я покупаю стиральную машину. А оказалось, что вещь, которую мне продали, это вовсе не стиральная машина, а сушильная машина. Она, конечно, имеет некоторое отношение к стиральной машине, потому что используется в основном в производственном процессе стирки вслед за тем, как используется стиральная машина. Но это не то, я не то покупал. Понятно, что такая сделка недействительна. Это совсем не то, что я покупал. Совсем не то, что я думал купить, не то, что я просил. Здесь речь идет о другом. Здесь я покупаю стиральную машину, и мне отдают стиральную машину. Это то, о чем я говорил, но только дают ее по другой цене. Если это разница в цене до 1,6, то назвать это сделкой, заключенной под влиянием заблуждения, мы не можем. Но когда разница переходит 1,6, это больше, чем 1,6. То здесь это становится равноценным, равносильным сделке, заключенной под влиянием заблуждения, такая сделка недействительна, и обе стороны могут ее расторгнуть. Обе не совсем симметрично, конечно же, обманутая сторона, потерпевшая сторона, безусловно, может. Если потерпевшая сторона еще не высказала свое мнение, то и вторая сторона тоже может расторгнуть эту сделку, но если потерпевшая сторона решила, черт с ним, пусть будет так, то тогда уже обманщик не может сделку отменить. Важно еще сказать, что возможность обжалования сделки зависит еще от одного фактора. Не только от цены и реально уплаченной суммы, но и от времени, в которое возбуждается этот иск со стороны покупателя. Время покупателя для предъявления такого иска, оно ограничено тем, что время, которое реально нужно человеку для того, чтобы узнать настоящую цену. Если он начинает жаловаться, что его надули после того, как это время прошло, то иск его в суд не примет, потому что мы здесь опасаемся, что на самом деле поначалу он узнал эту цену еще раньше и согласился, смирился с ней. Только потом, когда время прошло, он уже пришел домой, и жена устроила ему головомойку, объяснила ему, что он должен делать, и он понял, что для того, чтобы быть настоящим мужчиной, ему необходимо вернуться в магазин и потребовать начать качать права. Но поскольку он уже один раз этим смирился, то сделка уже состоялась, и поэтому в данном случае неправильно было бы требовать свои деньги назад. Поэтому мудрецы ограничили время среднее, столько, сколько необходимо среднему человеку для того, чтобы узнать реальную цену, показать то, что он купил, чтобы люди сказали ему, дурачок, в соседнем магазине дают это намного дешевле. И, как только это время прошло, то уже возбудить иск об убытке, об отклонении цены в сделке невозможно. Как мы сказали, если разница в цене меньше 1,6, то требовать возвращения разницы в цене нельзя. Мы считаем, что здесь потерпевшая сторона смирилась и простила этот убыток. Но комментаторы Талмуда высказывают сомнения вот какого рода. Не исключено, что запрет Торы, который высказан здесь, если будете продавать что-либо вашему ближнему или покупать что-либо из рук вашего ближнего, не обманываете друг друга. Вот этот запрет на обман быть может существовать и тогда, когда возвращать, и даже когда разница в цене составляет меньше, чем 1,6. Одна шестая – это вопрос прощения. То есть, если меньше, чем 1,6, то потерпевшая сторона, тот, кто потерпел убыток, прощает этот убыток. Но это не значит, что человек, который продал, если он продавал сознательно, завышая цену, это не значит, что он не нарушил запрет. Не исключено, что запрет на обман торговли он нарушил, если это делал сознательно. Тот, кто не знал, тот, кто по ошибке, тот, кто думал, что эта вещь дорогая и продал ее, с него, понятно, взятки-гладки. Но если он это сделал умышленно, знал, что эта вещь так денег не стоит, продал ее, намеренно завышая цену, то не исключено, что он нарушил запрет. Но возвращать, несмотря на нарушенный запрет, эти деньги, он не обязан, ибо, со второй стороны, есть прощение. Такие незначительные суммы люди, незначительную разницу, незначительный процент, меньше, чем 16,5%, люди прощают. Хотя, может быть, с другой стороны, можно сказать, что, может быть, такого запрета и нет. Нет, ибо в условиях свободной торговли, там, где не устанавливаемые государством цены, то в условиях свободной торговли цены колеблются. Поэтому человек более-менее понимает, что привести всех к одной цене невозможно. И цена товара, если мы скажем, сколько стоит этот товар, он стоит 100 долларов? Нет, он стоит 100 долларов плюс-минус. От 90 до 110. И это совершенно естественно. Так, если мы проведем статистическое исследование цен в городе, то увидим, что цена на этот товар, она колеблется. Сегодня каждый человек, который покупает посредством поисковиков интернета, он сразу видит, что на любой товар всегда есть, кто дает цену выше средней, а есть, кто дает цену ниже средней. Средняя цена, она существует, безусловно, теоретически. А в общем есть определенный разброс цен. Поэтому не исключено, что там, где этот разброс в рамках, в пределах одной шестой, то такова цена товара. Стало быть, обмана здесь нет. Да, есть люди, которые продают за 90, а я продаю за 110. Но есть люди, которые продают и за 100, и за 104, и за 108, и за 106. Поэтому нельзя сказать, что я здесь обманываю покупателей, намеренно завышаю цену. Либо нет, либо мы скажем, что вопрос до одной шестой, это не вопрос средних цен, а это вопрос только прощения потерпевшей стороны. Что тот, кто купил по дорогой цене, он прощает, поэтому ему не обязаны возвращать, но вместе с тем запрет нарушен. Итак, целый, как мы сказали, целый ряд комментаторов Талмуда серьезно сомневаются в том, есть ли, нарушен ли запрет на обман в торговле, когда разница в цене меньше, чем 1,6. Не все так считают. Для некоторых, чтобы иначе видно, что вот написанный здесь запрет на обман в торговле, не нарушается в случае, когда нет обязанности возвращать эти деньги. То есть, по их пониманию, то, что сказано здесь в Торе, это то, что, начиная с определенного порога, с одной шестой, разница в цене, приводит к тому, что тот, который эту разницу себе присвоил, присвоил ее незаконно. Это то, что объявило. Что хотя было здесь купля-продажа, здесь не было ни воровства, никто не залезал никому в карман, никто не взламывал чужие сейфы, двери и сейфы. Нет, все произошло с обоюдным согласием, но вместе с тем, если разница превосходит одну шестую, то эти деньги присвоены продавцом или покупателем, тем, кто нажился на этой сделке, присвоены незаконно. А любое незаконно присвоенное имущество нужно вернуть. Это называется в Торе словом «гезель». Коре-переводчики переводят это обычно как «грабеж». Слово «гезель» упоминается иногда в узком смысле этого слова как «грабеж в отличие от воровства», а в широком смысле слова это означает «любое незаконно присвоенное имущество». И его, это любое незаконное имущество, присвоенное имущество обязано вернуть. Но если нет обязанности вернуть, это значит, имущество находится у меня законным образом. А коли так, то не был нарушен запрет на обман при торговле. Это мы сказали второе мнение. Итак, есть мнение тех, кто сомневается, что не исключено, что даже если разница в цене меньше, чем одна шестая, запрет, сказанный здесь в нашей главе, нарушен, быть может это так, не исключено. Вторая группа комментаторов говорит, нет, совершенно очевидно, запрет не нарушен. Прежде всего выясняются, по их мнению, имущественные отношения. И если это имущество нет обязанности возвращать, значит оно находится у меня законно. А если оно находится законно, то запрет не нарушен. Ибо запрет, только как они считают, он накладывается на реальные экономические отношения, как надстройка над определенной основой. Но они не вместо экономических отношений. И по мнению вот этой второй группы комментаторов, получается, что если мы завышаем цену меньше, чем 16,6%, то это разрешено, лих отхила, нет никакой проблемы, никакой моральной проблемы сознательно завышать цены выше средней. Нужно оговориться, нет запрета, указанного здесь, в этом отрывке, запрета на обман в торговле. Но это не значит, что человек не нарушает никакого больше другого запрета. Прежде всего, есть здесь два других запрета, с которыми сталкивается человек, сознательно завышающий цены. Прежде всего, это запрет гневат дат. Гневат, да, буквально кража знания, то есть это введение другого человека в заблуждение в своих интересах. Если бы я торговал так, я говорил человеку, смотри, я как торговец, я у оптовика покупаю вот эту штуку за 80 долларов, продаю ее за 100, потому что 20 долларов – это мои, входят сюда и мои расходы накладные, и мой заработок. Все это входит сюда. Вот все открыто. А то, что Рабинович рядом продает ту же самую штуку за 90 долларов, это его дело. У меня все открыто. Я покупаю эту вещь у оптовика за 80, продаю ее за 100. В таком случае, безусловно, никто никакого запрета не нарушает. Если человек торгует таким образом, все на веру, все открыто, это самый-самый лучший способ торговли. Понятно, многим людям он не нравится. Они не расскажут, за какую цену они покупают у оптовика. И если человек не рассказывает своему покупателю, что можно на самом деле купить эту вещь дешевле, и она стоит намного дешевле, но он просто хочет заработать на ней больше, и тем самым вводит покупателя в заблуждение, то не исключено, что умеем здесь делать вот этим запретом торы гневат, дат. Кража знания, обман в целях, в данном случае, наживы. Есть еще ряд комментаторов, в частности, например, Орахаин. Он считает, что даже там, где не нарушается запрет на обман в торговле, нарушается другой запрет, сказанный здесь же, в этом же самом абзаце. Наши мудрецы различают между Онаат Мамон и Онаат Дворим. Очень проблематичный здесь перевод. Итак, Онаат Мамон – это вот убыток, который несет человек, имущественный убыток, который несет человек в результате сделки купли-продажи, при которой было изменение в цене, в ту или в другую сторону. Либо покупатель купил дороже, чем мог бы купить, либо продавец продешевил, продал дешевле, чем мог бы продать. Здесь есть вот это называется Онаат Мамон. Условно мы это перевели как обман в торговле, хотя речь идет не обязательно об обмане, речь идет о ситуации, в которой одна из сторон потерпела убыток при купле-продаже. И это называется Онаат Альтону. А в конце этого отрывка написано «И не обижайте друг друга, бойтесь Бога своего, ибо я Бог ваш». А что такое «не обижайте друг друга»? На русский язык мы перевели это «не обижайте друг друга». Но в оригинале написано тот же самый глагол «Альтону». Некоторые переводчики, после того, как они перевели в первом, в четырнадцатом стихе, они перевели «не обманывайте при торговле», и там это обман при торговле, а здесь наши мудрецы говорят, имеется в виду «Онаат творим», то есть «Онаа» на словах. Они переводят это «а это обман на словах». Есть обман в торговле, а есть обман на словах. Как будто бы обман бывает на словах, а бывает не на словах. «Онат творим» – это запрет огорчать, обижать, огорчать, раздражать человека при помощи наших слов. Когда мы говорим человеку что-нибудь обидное, когда вызываем его раздражение своими речами. И этому запрету мы посвятим следующий урок. Разбираю его подробно, этот запрет. Но вот комментарий Орахаин, Акадош, утверждает, что человек, который продает вещь по завышенной цене, но так, что в той ситуации, когда возвращать эту разницу в цене нет, то есть это меньше одной шестой, например, или еще в одном случае, который мы сейчас увидим, то, по крайней мере, он нарушает запрет «Онаат творим». То есть причинение, огорчение человека, в данном случае не словами, в данном случае его действиями, тем, что он его надул, обманул в торговле, причем обманул еще так, что последствий у этого обмана нет, нельзя подавать в суд, потому что разница небольшая, и потребовать возвращения разницы в цене нет, то это та самая обида, о которой говорит Дестора, не обижайте друг друга. Кстати, продолжение вот этой темы, оно и в том, что наши мудрецы уточняют, сказано здесь, если будете продавать что-либо вашему ближнему или покупать что-либо из руки вашего ближнего. В общем, он сказано из руки вашего ближнего. Отсюда Талмуд делает вывод, что запрет, вот этот запрет на обман в торговле, «Онаат мамон», он относится только к движимым вещам. А к недвижимости, то есть к земле, и ко всему тому, что прикрывано земле, к недвижимости, к квартирам, домам и так далее, этот запрет не относится. То есть человек, который купил квартиру втридорогой и выяснил, что на самом деле можно было бы такого же рода квартиру, в том же самом доме в соседнем подъезде, такую же точно квартиру продали на 20% меньше, то возбуждать иск он не может. Так говорит Талмуд. Есть спор между комментаторами Талмуда о том, что происходит. Если это до 1,6 и даже 1,6, то очевидно, что невозможно возбудить иск о возвращении разницы в цене, а если это выше 1,6, то есть расторгнуть сделку под предлогом того, что это уже просто сделка, заключенная под влиянием заблуждения, при очень большой разнице в цене. Есть комментаторы, которые говорят, что до, все, что выше половины, то есть если человеку продали в два раза дороже, и больше, чем в два раза дороже, то тогда он же может расторгнуть сделку, это уже сделка, заключенная под влиянием заблуждения. Есть комментаторы, которые с этим не согласны, которые говорят, что вообще нет никаких ограничений в сделках по недвижимости, ибо недвижимость по сути своей такова, что определить ее цену невозможно. Оба мнения приведены в Шулханарухе, то есть и в Шулханарух спор здесь не разрешил, и присутствуют оба мнения. Так или иначе, но привычные нормы, обычные, по крайней мере, нормы возвращения разницы в цене, при том, что разница составляет одну шестую или чуть больше, до половины, это, очевидно, к недвижимости не относится. Рампан спрашивает, как же так? Но ведь наш стих, ведь это же сказано в контексте каком? Речь идет о продаже именно земли, и из-за того, что в Эрес-Исраэль есть юбилейный год, и таким образом нужно продавать честно, мы объясняли, чтобы не было такого, что человеку продадут землю дорого, а через два года ему придется ее возвращать, потому что наступил юбилейный год, поэтому не обманывайте друг друга при торговле землей. Да как же может приходить Талмуд и говорить, да нет, имеется здесь в виду не земля, имеется здесь в виду наоборот, имеется здесь в виду только, только недвижимость. Это только движимая вещь, а недвижимость сюда не относится. Трамбан, очевидно, Талмуд понимает так, что этот отрывок, хотя мы его прочитали как один отрывок, но его надо разделить, каждое предложение само по себе. Если будете продавать что-либо вашему ближнему, не обманывайте, это одно. Если вы будете продавать что-либо вашему ближнему, или покупать что-либо вашего ближнего, из руки у вашего ближнего, не обманывайте друг друга. Вот этот первый стих. В нем написано «покупать из руки», то есть это те вещи, которые переходят, которые приобретаются, когда они переходят из рук в руки. Это движимое имущество. Это один стих. Дальше начинается совершенно новая тема. Продажа земли в Иеруси Исраэль. По числу лет после юбилея покупаю своего ближнего, имеется в виду землю, и по числу урожайных лет он должен продавать тебе. Это совершенно разные вещи. Вместе с тем, говорит Ромбан, скорее всего, понимать этот отрывок нужно следующим образом. Действительно в отрывке написано или покупать что-либо из руки ближнего твоего, и, говорят, мудрецы, имеются в виду только те вещи, которые продаются, переходя из рук в руки, приобретаются, приходя из рук в руки. Это не значит, что запрет, упомянутый здесь, относится только к таким вещам. Это разные вещи. Он говорит Ромбан. Подобно тому, что говорилось по поводу разницы в цене в одну шестую. То же самое и по поводу недвижимости. А именно, то, что мудрецы постановили, что до одной шестой есть прощение, сделка состоялась. В случае разницы в цене одна шестая, сделка состоялась, но разницу в цене нужно вернуть. А свыше одной шестой эта сделка не состоялась, ее можно расторгнуть. Вот эти правила относятся только к движимому имуществу, а к недвижимости, к земле, к домам и квартирам не относятся. Вот именно их выделяет стих, говоря, или будете покупать из руки своего ближнего. Но что касается общего запрета, который сказан дальше, не обманывайте друг друга, он относится к любым сделкам. В том числе и к сделкам по недвижимости. Поэтому и Торрес здесь вначале говорит, если будете продавать что-либо вашему ближнему во множественном числе, здесь входит все. Что касается запрета на обман в торговле, говорит Ромбан, он безусловно относится к любым сделкам, как по движимому имуществу, так и по недвижимости. Но вот эти законы о возвращении разницы в цене или о расторжении сделки, когда разница оказывается больше одной шестой, вот они к недвижимости не относятся. Но вместе с тем, человек, который завысил, снова имеется в виду умышленно, зная, что цена этого земельного надела или этой квартиры меньше, а он ее умышленно завышает, то при этом он нарушает запрет на обман в торговле, хотя исков против него подать нельзя будет. И, добавим еще, от имени Орахай Макадош, он прибавляет здесь, в любом случае нарушается здесь запрет на Онаат Дворим, то есть запрет огорчать людей, запрет обижать людей, он тоже здесь присутствует. Так что, как ни крути, торговать нужно честно, и, как мы сказали, самая наилучшая форма честной торговли, при которой человек оказывается абсолютно чист, и нет никакого, ни малейшего сомнения, что он не нарушает никакого закона, это торговля открытая, когда человек говорит, почем он купил, почем он продает, сколько он хочет на этом заработать, все открыто. Вот это наиболее честный и самый лучший способ торговли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok